Красота требует жертв. Как часто мы слышим этот афоризм и не задумываемся о его смысле. А ведь на самом деле, зачастую, так оно и есть. Начиналось все очень давно. Древние римлянки пудрили свое лицо смесью белил и свинца, а жительницы древнего Египта даже подтягивали лицо на живую. Было и время, когда вопрос красоты становился вопросом жизни и смерти. Девушка могла либо выйти замуж за богатого жениха, либо пойти в монастырь. Менялись и сами стандарты красоты. Не зря Сократ в свое время сказал, что красота – это королева, которая правит недолго. Когда-то в моде были пышные формы женского тела, а в средние века это было признано грехом, и девушки всеми силами старались утянуть себя жесткими корсетами. В эпоху Возрождения, наоборот, опять в моду вошли пышные женские тела. Вспомните женские образы, которые воспели великие художники – Рембрандт, Улуз Латрек, Сезанн. Со временем менялось и значение различных частей тела. Когда-то в моде были тонкие губы, аристократичные, а полные считались проявлением простого происхождения. В древнем Египте, наоборот, эталоном красоты были пышные губы. Как и сейчас, многие пытаются изменить эту свою часть тела, идя к пластическим хирургам. Зачастую черты лица или очертания тела меняются до неузнаваемости. Давайте посмотрим на экраны. Рембрандт Что и говорить, индустрия красоты процветает в настоящее время. Всевозможные процедуры – от татуажа до загаров солярий и пластических операций. Все новинки технологий сразу же применяются в индустрии красоты. Но тут возникает вопрос – насколько это нужно для женской красоты? Не нанесет ли такое вмешательство чрезмерные избыточные вреда здоровью? Итак, тема нашей сегодняшней передачи – красота требует жертв или жертвы красоты. И сегодня у нас в гостях психолог, преподаватель Тверского государственного университета Ольга Сучкова и врач-дерматолог Ирина Давыдова. Первый вопрос я задам вам, Ольга. 20-й век – это время, когда женщины почувствовали свободу. На их вооружении сейчас практически все новинки современной индустрии. И зачастую способы, которыми они пытаются себя приукрасить, сделать лучше, становятся не то что жесткими, а даже жестокими по отношению к себе. Начиналось это, наверное, тоже уже давно. Известно, что в Японии девочкам для того, чтобы у них была очень маленькая ножка, ее ломали, перебинтовали очень туго. Сейчас не менее варварские методы на вооружении у женщин, у прекрасной половины пола. Ну, впрочем, и у сильной тоже. Как вы думаете, с чем связано такое стремление, несмотря на опасность, несмотря на жесткость, использовать все равно эти меры? Действительно, хочется задать вопрос женщинам, которые прибегают к различным опасным способам. А зачем? Наверное, чтобы быть привлекательными, для того, чтобы нравиться людям. И не просто людям, а противоположному полу. Возможно, можно предположить, что эти женщины недостаточно принимают себя такими, какими они есть. Ведь для того, чтобы быть более красивой, на мой взгляд, не нужно слишком уж много усилий, тем более экстремальных. Тут скорее важно не столько быть красивой, сколько важно быть привлекательной. Для женщины важна, конечно, физическая красота. Но привлекательность складывается не только из физической красоты. Есть так называемые факторы межличностной привлекательности. Один из них – это пространственная близость. Тот объект, который мы чаще видим, расцениваем как более привлекательный. Если хотите быть привлекательными, чаще попадайтесь на глаза тому, кто нужно. Но при этом это должно сопровождаться положительными эмоциями. Но ведь зачастую, наоборот, на внешнюю сторону больше на ложку обращать внимание. Физическая красота, конечно, тоже влияет. Важно и то, как человек себя ведёт. Если он будет грубым, догматичным, склонным не соглашаться и так далее, это тоже оттолкнёт. Если человек похож на нас, мы его расцениваем как более привлекательным тоже. Ну и так далее. Это факторы не единственные. А стремление к каким-то канонам красоты? Вот сейчас, опять же, это стройная тонкая фигура, большие глаза, маленький аккуратный нос, пухлые губы. Когда вот это принимает такую форму, у человека появляется стремление работать над собой, чтобы привести себя к такому виду. Как это расценить? А с чего этот человек взял? Эта женщина взяла, что мужчины, на которых она хочет произвести впечатление, что им нравится вот именно общепринятый канон красоты. Может, мужчины сами об этом не задумывались. Что да, вот именно такой типаж, который сейчас актуален. Если продолжить говорить о канонах красоты, которые неизвестно, кто выдумал, что такое красота вообще? Это получается, что какая-то навязанная форма, условность? Конечно, многое зависит от эпохи, в которой мы живём, от той страны, где мы живём. Вот, например, скажи современному человеку, что нужно сохранять белую кожу, не надо загорать, чем белее, тем лучше, всеми способами. Мы не поверим. Нет, загар, это красиво, солярий, юга и так далее. А скажи барышне в 19 веке, что нужно загорать, и это очень важно, и чем загорелее, тем красивее. Барышня бы ни за что не согласилась. Она бы стремилась сохранять белую кожу. Опять же, это что-то общепринятое получается. Получается общепринятое. Ещё 300 лет назад французский классик говорил, что там, где все горбаты, даже прямая спина будет казаться уродливой. Кроме того, зависит от свойств того, кто воспринимает, и тот, кого воспринимает. Ну вот, например, известный образец красоты 20 века Мерлин Монро. Вот так опросить людей, кому она очень нравится, мы найдём. Тех, кому так средне, наверняка будет какой-то процент, кому вообще не нравится. То есть это зависит от того, кто воспринимает. Ну и от тех, кого, конечно. Спасибо, Ольга. Следующий вопрос к медику. Ирина, скажите, как часто женщины, да и мужчины, когда окунаются в этот мир, погоня за красотой, забывают о чувстве меры? Какие последствия бывают? Часто ли приходят люди, которые хотят исправить свои ошибки вот такие? Это случается, но я бы хотела дополнить ответ о красоте. Дело в том, что в медицине общепринятое понятие, что красота – это биологическая целесообразность. И считается, что мы воспринимаем красивым человека, наделённого яркими признаками пола, который может передать в генофонд хорошие гены. То есть женщина высокая, тонкая, на длинных ногах может убежать от соблезубого тигра. Высокая грудь, да, можно скормить. Пухлые губы здоровы, яркие глаза, она тоже здорова, да, она там к жизни стремится. А круглые бедра у женщины красивы, а мужчины нет. У него другие, у него другой гормон, который должен. Природой заложена вот такая красота. Да, и вот если задуматься, ведь всё, что делается сейчас, раньше нет, действительно были другие каноны, по-другому там ноги делали неестественные. Сейчас утрируются вот эти признаки пола. Губы, грудь, самые частые признаки, к пластическому хирургу приходят, делают утрированно красивую, утрированно женственную свою фигуру. У мужчин эти процедуры меньше пользуются успехом. И, конечно, тут важно употреблять, но не злоупотреблять. То есть если это делается умеренно, если это соответствует образу человека, почему нет, я не могу не вступиться за свою специальность. Но, конечно, статистика неумолима. У любой процедуры медицинской всегда возможны осложнения. Какие самые такие вот частые? Часто обращаются... Наша аудитория, это, возможно, менее знакомо, потому что больше всего осложнений сейчас связано с аппаратными методиками сложными, типа лазерных шлифовок с инъекционными методами, вот бутулотоксин, гелем. Хотя, кстати, их очень много, даже во всех практически в каждом салоне сейчас можно найти. Да, конечно, не очень аккуратно сделанная процедура. Возможно, не очень с квалифицированным специалистом. Но у всех бывают сложности, потому что любая медицинская процедура может давать какой-то процент осложнений. Но, наверное, чаще всего бывает все-таки у тех, кто чаще пользуется процедурами. И, наверное, это прекрасная половина. Да, мужчины сейчас больше интересуются, но все-таки не так, конечно. Конечно, есть женщины, которые доводят себя до уже нечеловеческого состояния. Мы все видели эти картинки в интернете. Там 96 операций на лице, губы размером с... Ну, не знаю, с чем их сравнить, с два банана. Когда уже человеческий образ потерян. Не говоря уже о первоначальном каком-то. В нашей жизни очень многие прибегают к мерам косметологии. Не все об этом говорят, так скажем. И сейчас считается хорошим тоном делать все очень аккуратно. Так, чтобы не было видно. То есть не героиновый шик с такими губами, вся худая. Сейчас делается так, чтобы лицо было здоровое, свежее, привлекательное. Но при этом никто бы не сказал, что вот тут все сделано. Да, вот тут было вмешательство. Поэтому все хорошо в миру, так надо сказать. Спасибо. Как мы уже решили все вместе, все-таки главные жертвы красоты и носители красоты, это все же женщины. Сегодня у нас в гостях две представительницы прекрасного пола, которые, я думаю, много нам смогут рассказать о красоте. Встречайте! С нами актриса Тверского драматического театра Валерия Кузовлева и мисс модельный фитнес мира Александра Николаева. С помощью наших героев, героинь, мы попробуем снять печати с этого сложного вопроса «Красота требует жертв». Первый вопрос у меня к Валерии. В силу вашей профессиональной деятельности вам всегда нужно выглядеть на все сто. Какими способами это удается достичь? Это здоровый сон, прежде всего. Правильное питание, занятия спортом. Это, скорее всего, три самые важные причины, которые способствуют хорошему самочувству и позволяют выглядеть более-менее хорошо. Но все же без косметики никуда, правильно? Конечно, без косметики не обойтись. Потому что чаще всего ты приходишь усталая и на следующий день не очень хорошо себя чувствуешь и приходится подчеркнуть свою красоту как-то. Или что-то скрыть. Да. И поэтому к ней, конечно, мне кажется, любая девушка прибегает. А как быть с тем, когда девушка не знает меры, когда это действительно видно, бросается в глаза и совершенно некрасиво? Если девушка не знает меры, то ее должны окружать люди, которые могут указать ей на какие-то проблемы, показать ей то, что она делает неправильно. Сейчас очень модно, практически каждый считает своим долгом хотя бы иногда посещать салон красоты. В салонах красоты бываете, Валерия? Когда какие-то встречи или праздники, то, конечно, иногда приходится туда сходить. Но так стараюсь не пользоваться. А какими тогда средствами пользуетесь, если не помощью профессионалов, косметологов? Есть очень много средств народных. Например, голубая глина. Вечером делаешь масочку, наутро просыпаешься и свежая кожа. Если говорить о теле, наверняка тоже приходится задумываться о том, чтобы всегда держать какую-то определенную форму. Фитнесом занимаетесь? Фитнесом у меня нет времени заниматься, но я стараюсь заниматься просто спортом. Ну, то есть, когда есть свободные минутки, то, конечно, поддерживать свое тело в порядке – это прежде всего. Какой-то ключ вот общий. Сказали о том, что нужно вести здоровый образ жизни вообще, чтобы человек выглядел красивым всегда. Что ему нужно делать? Ну, прежде всего, это, как я уже сказала, правильное питание, не злоупотребление алкоголем, сигаретами. Это же все влияет и на кожу, и на здоровье, поэтому лучше всего придерживаться мнения специалистов. Наверное, в силу профессиональной деятельности приходится часто гримом пользоваться, и наверняка его действие отличается от действия обычной косметики, о которой тоже мы поговорили уже. Да, конечно же. Грим, он намного хуже, вреднее, можно так сказать. И прежде чем нанести грим на лицо, чаще всего накладывают вазелин. То есть смазывают кожу, чтобы она не так портилась. После выступления стараются как можно скорее его смыть, чтобы не было повреждений, морщин преждевременных. Спасибо. Мы сейчас начали говорить о фитнесе. У нас в гостях, как я уже сказала, мисс модельный фитнес мира. Александра, вопрос к вам. Когда вы начали заниматься фитнесом и почему? С детства, если так говорить, то с детства. Я советую всем родителям отдавать своих детей с раннего возраста, чтобы они могли найти себя, определиться, что им нравится по жизни, и заниматься этим. То есть это такой совет родителям. Как влияет занятие спортом, фитнесом, вообще здоровый образ жизни на красоту человека, по вашему мнению? Человек следит за собой, у него есть режим. Это самое главное. Если человек занимается спортом хотя бы 2-3 раза в неделю, он становится более ответственный. Вырабатывается чувство, не опаздывает, более ответственный. Пунктуальный становится, собранный. Да. Ну, в принципе, только плюсы. Поэтому фитнес прямую связан, я думаю, и со внешностью, потому что человек становится более уверен в себе. Он начинает и внешне, и внутренне себя увереннее чувствовать. Ну и, соответственно, это чувствуют окружающие люди, относятся по-другому. То есть это человек из большой буквы. В противовес фитнесу сейчас многие рекламные ролики и плакаты предлагают чудо-средства разные. И обертывания, и какие-то добавки более или менее вредные, неясно, которые там чуть ли не за одну ночь гарантируют приведение тела в форму. Как вы к ним относитесь? Вы знаете, все нужно в меру. Нужно знать препарат, какой вы хотите принимать, проконсультироваться с профессионалом обязательно. Если это мы говорим о каких-то косметических процедурах, то это обязательно должен специалист посоветовать знать ваше заболевание. Можно, нельзя, плюсы, минусы. Я не против, если это делают профессионалы. Что касается добавок, сама не употребляю никакие добавки биологические, спортивные, но не считаю, что в этом есть что-то плохое. То есть, опять же, если это качественный продукт, если вы проконсультировались со специалистом, он вам подходит, почему нет. Нужно быть уверенным в том, что он действительно поможет и не навредит. Да, это первое. А второе, это нужно знать во всем меру. Опять же, о том, когда люди не знают меры. Если их не устраивает что-то иногда в чертах лица или форме тела, они прибегают к услугам пластических хирургов. Если вы хотите убрать лишних 3, 5, 10, даже, наверное, если 20 килограмм, это нужно прийти в спортзал, заняться собой, заняться своим питанием, режимом и тренировками. Есть процент, но это исключение, когда действительно человеку нужно прибегать к медицинским, да, помощи. Но это очень маленький процент, поэтому все-таки нужно начинать с себя, с занятий спортом, со своего какого-то стержня, давать себе установки и добиваться цели. В принципе, нет ничего невозможного. Вы уже сказали сейчас в начале разговора, что человек, который нравится себе, когда ему нравится, как он выглядит, он действительно становится уже более успешным и уверенным в себе. А как думаете, насколько сильно вообще внешний облик человека может повлиять на его судьбу, на его жизненный путь? Вот если честно, на 100%. Потому что когда человек красивый, ухоженный, он более уверен в себе. Уверенность в себе, он себя любит. Любит себя, окружающий к нему относится по-другому. И, соответственно, успешные люди и уверенные в себе, они добиваются высоких планок. То есть они ставят цели и идут к ним. Это не обязательно, что должен быть какой-то... Все как штамповки одни. Если мы идем грудь пятого размера делаем и считаем, что это красиво, нет. У каждого, каждый человек это индивидуальность. Каждый красив сам по себе, он индивидуален. Не нужно перебарщивать, я считаю, с какими-то там нарощенные волосы. Вот это все, это перебор. Естественная красота, по-моему, она всегда была в моде и остается. Спасибо. Ну что же, мы удостоверились еще раз, что быть красивой важно для любой девушки. Да и вообще для любого человека. Конечно, индустрия красоты все же это больше прерогатива девушек. Однако у нас в студии есть и представители сильной половины человечества. Давайте спросим у них, что они считают по поводу естественной и приобретенной красоты. Я считаю, что вмешательство вообще во все это хирургическим путем, ну, по крайней мере, для здоровья женщины это очень вредит. Своей девушке, своей жене разрешили? Нет, своей жене я, соответственно, не пожелаю этого. Но все же вы бы стали осуждать человека, который сделал бы пластическую операцию и действительно стал выглядеть лучше? И который получил уверенность в себе, которую он так ему не подал? Нет, ну вообще, да, девушка специально идет как бы к хирургу, да, чтобы выглядеть как бы красиво. Вот. Она может сделать как бы себе там грудь, да, увеличить, например. Это, да, естественно, для нее, она как считает, для нее это прекрасно. Но, опять же, какие последствия в дальнейшем, какие возможности будут со здоровьем дальше? То есть, по вашему мнению, вообще никакого оправдания нет в пластической хирургии? Ну, естественно, для женщины это самое главное. Вот. Естественно, путем. А может быть, а может ли любая женщина быть красивой? Ну, каждая женщина красива по-своему. Это естественно, конечно. Спасибо. Ну что же, точка зрения распространенная, но наверняка найдутся и те, кто более мягко и лояльно относится к таким вмешательствам. Да, я Валентина Егорова, и я хотела бы поспорить с этим немножко мнением, потому что я считаю, что в первую очередь женщина должна быть красивой для себя. То есть, смотря в зеркало, если у меня, допустим, я не знаю, кривой нос или что-то, я, может быть, не прибегну именно к хирургическому вмешанию, чтобы исправлять что-то конкретно. Но с помощью косметики, допустим, тоном тонального крема или еще буквально штрихом я могу подчеркнуть свою красоту и скорректировать. Скорректировать буквально, не знаю, до мелочей свое лицо. Его даже можно изменить с помощью косметики. Ну вот, по собственному опыту, экспериментируя перед зеркалом. И я думаю, что естественная красота не всегда. Женщина рождается совершенно красивой и, не знаю, не всегда себе нравится. Но ведь здесь же тоже такой момент, что она все равно знает, что она прибегла к каким-то ухищрениям, чтобы сделать себя чуточку лучше и красивее. Ну, а я не понимаю, а в чем проблема? То есть, если это нравится тебе, если это нравится окружающим, то почему бы и нет? То есть, я поэтому и говорю, что я не сторонник именно жесткой позиции, то что, нет, красота должна быть естественной, то есть, это огурчики на глазки, это только естественные масочки или что-то такое. Поэтому, я не знаю, я сторонник немножко другой позиции. Ну что же, еще одно тоже довольно радикальное мнение. Возможно, есть еще кто-то, кто хочет высказаться. Не забывайте представляться, пожалуйста. Здравствуйте, меня Ольга зовут. Я считаю, что врачи, косметологи – это очень правильно. И девушкам, и не только девушкам, нужно обязательно обращаться к таким специалистам. Объясню, почему конкретно. Я против тюнинга, против того, чего не дала природа. Но, если, допустим, девушка родила двоих детей, фигура, грудь та же самая, она уже не будет выглядеть так, как изначально. Сделать подтяжку, либо, допустим, есть возрастные изменения, такие как морщины. Есть процедуры, которые все это исправляют. Это не очень сильно вредит здоровью, но это делает девушку красивее. Поэтому я против больших губ, если их нет от природы. Вот у меня их нет, я не буду никогда делать. Но если у меня будут морщины, я пойду к специалисту, я сделаю так, как было в 18, в 20, либо в 20, ну вот в том возрасте, который я хочу. Вы себе сами сейчас противоречите. Вы говорите о том, что вы за естественную красоту. Но совсем недавно вы сказали о том, что после двоих детей, когда женщина родила, нужно сделать подтяжечку, выглядеть красиво. Скажите, а если уже женщина имеет в этой жизни все, у нее есть любящий человек рядом, у нее двое детей, ее муж любит такой, какая она есть. Стоит ли ей заниматься этими делами? Вообще процедурные вмешательства в принципе для чего они нужны? Ведь даже если у девушки кривой нос, он выходит за рамки нормальных стандартных, ведь можно этот кривой нос считать своей, ну не фишкой, а своей изюминкой, своей особенностью, индивидуальностью. Как говорится, бог леса не уравнял, мы все естественны, мы все естественны и по-своему красивы. Я как раз таки против того, чтобы убирать кривой нос, как вы говорите, если он дан от природы и бывает... У меня есть подружки, у которых как раз таки есть такие недостатки, но они выделяют их. Надеюсь, они сейчас не слышат того, что вы говорите. Надеюсь, они не слышат того, что вы говорите, чтобы не расстраиваться лишний раз. Наоборот, они их выделяют. Я как раз таки за то, что было когда-то, но со временем стало хуже. Я говорила про грудь, почему ее подтягивать надо делать так, как было. А нос, если он изначально придает шарм, если он такой есть, пускай он будет... Я против что-то менять, что не дано природой. Я как раз таки исправлять то, что было дано природой и возвращать назад. Ну что же, бурная дискуссия у нас получилась, но ключевыми словами были естественность и чувство меры. И об этом хотелось бы поговорить еще раз с психологом. Скажите, Ольга, когда женщина стремится себя сделать лучше, как ей соблюсти меру? Может быть, ей действительно кто-то должен подсказать? Или она сама должна знать, как-то определить для себя эти рамки? Человек сам несет ответственность за свою жизнь. Никто не должен ничего говорить или подсказывать. Во всяком случае, не обязан. Но женщина должна понимать, где грань между опасностью и безопасностью. Но если хочет что-то сделать с внешностью, ну зачем же ей препятствовать? Вот. Вопрос для чего? И вопрос, насколько она ценит и принимает себя. И как ее принимают, наверное, другие люди тоже. Все равно вытекает одно из другого. Видели, наверное, ролик рекламный, когда девушка приходится на свидание, снимает с себя туфли на высоких каблуках, снимает макияж, снимает парик. И молодой человек в ответ тоже идет на такую честность и снимает парик с себя. И возникает еще один вопрос, опять же, психологический. Когда человек думает о том, что он некрасивый, стремится стать лучше, не стоит ли ему вместо кабинета косметолога посетить психолога сначала? Я думаю, важно и то, и то. Все-таки внешний облик является частью образа я. Почему бы не следить за собой? Ничего нет плохого в высоких каблуках, в макияже, в украшениях, в прическе и так далее. Но важно и психологическая составляющая. Положительное отношение к себе, принятие себя, любовь к себе. Важно и то, и другое, особенно для женщины. Еще момент, когда человек забывает о красоте внутренней, о которой мы, кстати, пока еще мало говорили. Забывает о красоте внутренней и все свое внимание уделяет именно внешнему виду. Георгий Ковальчук, наш современник, однажды сказал, что мода – это один из способов доставлять радость маленьким людям за большие деньги. И как раз, наверное, на таких людей работает индустрия красоты. Ведь это же далеко не дешевое сейчас развлечение. Может быть, просто нужно больше внимания уделить себе, как человеку, своей личности, стать большим человеком и тогда уже красивым? Возможно. Да, мода – это способ зарабатывания денег, это бизнес. Люди делают свою работу. Спасибо. А сейчас у меня вопрос к косметологу. Сейчас многие, в том числе и медийные лица, режиссеры, сетуют на то, что очень мало актрис с выразительными лицами. И я думаю, что можно с этим отчасти согласиться. Опять же, это те стандарты красоты, навязанные нам неизвестно кем, когда считается красивым иметь какие-то определенные черты лица определенного типа. Но в то же время есть и случаи, опять же, если привлечь киноиндустрию нам в помощь, нетипичные образы из фильмов Педро Альмадовара, совершенно с какой-то стороны некрасивые, но тем не менее прекрасные. Возникает вопрос, может быть, не стоит так сильно свою внешность менять и понять, где скрыты твои возможности, именно возможности твоего лица, твоего тела? Я абсолютно согласна с психологом, но надо учитывать, что все обговорено законом. Декларацию ООН декларировал каждому из нас право на здоровье, составляющее физическое здоровье и довольство собой, так называемое качество жизни. То есть каждый из нас имеет право выглядеть так, как он хочет. Вот чего он захочет, это уже другое дело. Но препятствовать или останавливать человека, который хочет себя усовершенствовать, мы не имеем права, потому что если бы мы жили в идеальном мире, где ценилась только доброта души, прочитанные книги, это одно. Мы живем в мире реальном, в мире жестком, рыночном, когда человек себя продаёт. Мы продаём себя, когда идём на работу, мы продаём себя, выходя замуж, не в грубой форме, но это всё равно рынок. А как быть, когда человек теряет абсолютно чувство меры? Повторно приходит на процедуры с точки зрения медицинской? Как с этим бороться? Тоже всё законодательно, да, это бывает. То есть считается, что если мы замечаем у пациента зависимость, кстати, мы работаем в тесной связке с психологами, даже с психотерапевтами. И насколько я знаю, пластические хирурги также достаточно часто отказывают людям, теряющим чувство меры. Даже в последнее время в нашей литературе название появилось синдром Дриана Грея, то есть синдром панической страха перед старостью. Потерять своё лицо. Могу рассказать, я однажды была на учёбе у крупнейшего пластического хирурга, ведущего в стране, и у него на столе стоял портрет Гурченко. Простите, может, не стоит говорить, но великой актрисы. Я говорю, зачем стоит? Что бы так ни сделать? Он мне рассказал, что все пластические хирурги Москвы в своё время договорились, что никто не возьмёт её больше. То есть такой пример действительно был, когда категорично приходится отказывать людям. Продолжим говорить о возрасте. Сейчас не только взрослые женщины и мужчины стремятся сохранить свою молодость, но и молодые люди всё чаще прибегают к услугам косметологов, хирургов, чтобы радикально как-то поменять что-то в себе. Как к этому относитесь, и с какого возраста, по вашему мнению, целесообразно что-то при желании изменить себе? Вероятно, это зависит от того, как человек себя воспринимает. Бывают ситуации, когда девочка от топыренных ушей готова покончить с собой. Что мы откажем ей, ну не мы, а хирурги откажут ей в помощи. Бывают ситуации, когда, скажем, угревая болезнь настолько испортила человеку жизнь, что он даже в 14 лет может прибегнуть к решительным мерам лечения. Но это всё-таки уже тоже такая плоскость медицины. А когда у человека нет ярко выраженных, те же самые губы, которые сейчас действительно ведь молодеют, вообще все проявления современной жизни молодеют, и в том числе индустрия красоты, когда девочка совсем-совсем молодая хочет сделать себе такую операцию. И, кстати, есть случаи, что даже и родители в принципе не против. Ну есть же знаменитая история, в Америке колола дама дочки ботокс в 7 или 8 лет. Ну это, конечно, уже безобразие, патология, в первую очередь, со стороны родителей. Для себя я решаю этот вопрос так. Возраст ответственного принятия решения 18 лет. Законодательно тоже. Ну вот, когда мы не знаем, что делать, пусть говорит закон. Но бывают случаи исключения, но обычно они связаны, да, с патологией, со здоровьем. Я вижу, что у нашей аудитории возникли опять очередные вопросы. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Инна, у меня не вопрос, я хотела бы сказать свое мнение. Вот сейчас такое время, общество пропагандирует красоту тела, но мы забываем про красоту души. И если девушка даже безумно красивая, с длинными ногами, шикарная, но она пустышка, она никогда не найдет себе друзей, это мое мнение, и хорошего молодого человека. То есть нужно развиваться в первую очередь, развиваться духовно и умственно, а потом только, я не знаю, качать себе губы. Чтобы за красивой оберткой не оказалась пустота. Я с этим согласна. У меня вопрос к нашей гости, актрисе драматического театра Валерии. Валерия, скажите, в самом начале разговора вы сказали, что для вас очень важен здоровый сон. Скажите, сколько времени вы уделяете сну, и в силу вашей профессии возможно ли вообще высыпаться? Потому что актер очень много работает над собой, очень много времени посвящает репетициям. Скажите, как вам это удается? На самом деле вы абсолютно правы. На сон действительно очень мало времени. Но когда я прихожу домой, когда отменяют репетиции, то если есть свободные пару часиков, то я обязательно использую их для того, чтобы просто выспаться. Чтобы на следующий день у меня было больше энергии и хорошего настроения. Я вижу, еще есть желающие высказаться. Пожалуйста, представьтесь, не забывайте. Здравствуйте, меня зовут Надежда, и я хотел бы пожелать сидящим здесь в студии, да, и напомнить, что мы живем в 21 веке. В настоящее время возможно обходиться без каких-то пластических операций, без хирургических вмешательств. У нас есть, существуют средства, которые даны нам природой, да. Соответственно, я хочу пожелать вам всем прибегать только к таким свойствам, к природным. Ой, а можно я сразу скажу? Вот прям не могу. Я наоборот считаю, что мы живем в 21 веке, и мы должны себя, вот мой совет девушкам, женщинам, да, любить себя. И любить настолько, что обращаться только к хорошим, грамотным специалистам, и пользоваться, пользоваться не природными какими-то, да, моментами, а именно то, что предлагают специалисты. Медицина, фитнес-клубы. Ну, если вы найдете хорошего специалиста, с ним подружитесь, пойдете по жизни как с другом, я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы, да, там, ну, я имею в виду испорченная внешность. Наоборот, будут только плюсы. Самое главное найти вот такого человека, с которым ты пойдешь по жизни. Я имею в виду фитнес-инструктора, я имею в виду косметолога, врача, который не даст вам сделать лишнего. Это очень важно. Ищите просто хорошего специалиста и пользуйтесь теми услугами, которые предлагает 21 век. Опять же, ум и чувство меры нужно включать всегда. Лариса Осева, член Союза писателей. Вот, я хотела сказать, что сейчас очень развитая индустрия красоты. И многие прибегают к операциям пластическим не просто для того, чтобы быть красивым, а чтобы заявить о своем статусе. Вот, сейчас уже такое время, когда, скажем, пластическая операция, она без слов говорит о статусе. Это как для мужчин иметь швейцарские часы. То есть, либо ты вхож выше свет, скажем так, да, либо тебя просто туда не принимают. И мне хотелось, чтобы красота это была та территория, где бы люди объединялись, а не разъединялись во мнениях. Чтобы это, чтобы люди толерантно каждую точку зрения могли выслушать. Спасибо. Ну что же, наша тема сегодняшняя вызвала горячее обсуждение, причем не только у представительниц слабого пола, но и у мужчин, у молодых людей. В заключение передачи хочется дать заключительное слово нашим экспертам. Ольга, скажите, как человеку не затеряться в мире услуг и вообще в сфере красоты? Вот сейчас она очень, ну, практически может захватить человека, который не знает меры. Прислушиваться к себе, любить себя, осознавать свои потребности, что нужно самому человеку. Если говорить о женщине, то быть красивой это хорошо, а быть привлекательной еще лучше. И женственной тоже. Как ей не потерять свое лицо, а главное, наверное, для начала найти, если какие-то метания между естественным обликом и косметикой. Ну, свое лицо у нее и так есть, разве что стоит подчеркивать сильные и красивые стороны и смотреть то, что ей нравится, выбирать для себя. И, Ирина, вопрос к вам заключительный. Мы много говорили о том, какая бывает косметика, вредная, невредная, современная, несовременная, о процедурах разных. Как во всем этом изобилии, пытаясь даже сделать себя лучше, все-таки многие считают, что это можно делать и нужно. Как не стать штампом? Как сохранить свою индивидуальность? Сложнейший вопрос. Каждый решает его сам, вероятно. Но не мало значит, чтобы специалист, которым вы работаете, был грамотен и не навредил вам, по крайней мере. Чтобы в душе был мир, надо понимать, что ни одна косметология не решает жизненных проблем. То есть только в дополнение с душевным спокойствием, с какой-то наполненностью, я с вами полностью согласна, будет идеально красивым. Поэтому, наверное, так. Мера, хороший специалист и хорошее качество потребляемого продукта, того, что вам наносят, того, что вам колют. Вы должны быть уверены, что это качественный и современный продукт. Спасибо. Итак, сегодня мы разбирались, как быть красивым. Это стремление присуще всем, не только женщинам, но и мужчинам. Для человека важно ощущать себя красивым, уверенным в себе и нравиться другим людям. Действительно, многим хочется быть идеальным, от кончиков волос до кончиков ногтей. Но в погоне за красотой не стоит забывать о том, что можно потерять свою индивидуальность, стремясь подогнать себя под какие-то каноны красоты. И, как говорил Чехов, в человеке все должно быть прекрасно. Поэтому не забывайте гонять за внешней красотой о красоте внутренней. Действительно, красота требует жертв. Однако стремитесь к тому, чтобы этой жертвой не стали вы сами. Сегодня мы вскрывали печати с такого явления, как индустрия красоты. Многое нам рассказали наши эксперты и гости, многое сказали и зрители. В заключение еще раз хочется согласиться с Фрэнсисом Бэконом, который говорил, что красота – это драгоценный камень. И чем она проще, тем драгоценнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова